Дима 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 На голове его колпак, Ну а колпачем будет враг. Злодеям он покажет нос и рассмешит друзей на слез, Он очень скоро будет тут, скажите, как его зовут? Бу-Ра-Си-Но! 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 По всему постоянно окружен людской молвой, Кто он такой? Не кукла, не игрушка, а реальный и живой. Что говорят? Кто он такой? И золотой прячет ключ, потому так везуч, И все песенки о нем поют, скажите, как его зовут? Бу-Ра-Си-Но! 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 Люри, Марка, Бас Мы одураченные не раз Лиса хитра и кор про хвост, но ведь я не так, допрос не даром Обо мне поют, все знают, что меня зовут У-РА-ТИ-НО! 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 Надо сказать, эта мелодия у меня была до стихов Я просто импровизировал, я называю это сундук с музыкальными идеями У меня было обычно много музыкальных идей, которые ни к чему не прилагаются А просто так, сочиненная музыка и все Мы с поэтом Юрием Энтином были очень озадачены Когда он услышал эту мелодию, которую я считал вообще неприменимой Потому что там идет скороговорка, потом какие-то отдельные ноты Я думаю, а как, на этой стихи невозможно написать Но это произошло в течение буквально одного-двух часов Мы были в РУЗе, и вдруг он мне на эту мелодию всю скороговорку придумал А на эти отдельные ноты, которые вот торчали вот так вот Просто было сказано БУ-РА-ТИ-НО! И все И получилось это совершенно неожиданно для нас И мы не знали, как это будет воспринято Но это было воспринято совершенно блестяще И вот так и получилась эта песня А телевизионная премьера состоялась 1 января? А телевизионная премьера состоялась 1 января утром 1 и 2 числа ее показывали Много ли было 1 января внимательных зрителей у телевизионных экранов? А это детская аудитория И тогда смотрели, смотрели Дети тогда о детях заботились очень И дети это чувствовали И была очень благодарная детская аудитория, которая с удовольствием смотрела это А раз они смотрели, смотрели и их родители Диана, скажи, пожалуйста Правда, что вот первое знакомство с Рыбниковым состоялось благодаря тебе? Я имею в виду радиослушателей Дело в том, что приход в песню Такого талантливого и настолько музыкально образованного человека, как Алексей Рыбников Это большая удача для песенного жанра в целом Сейчас трудно себе представить, что мешки писем приходили именно Я не могу называть песнями то, что он пишет Ну вот кроме детских, гениальных просто его песен Культура человеческая почему-то была такая, что они хотели слушать именно эту музыку И поэтому как приход Рыбникова в песенный жанр большая удача Так и большой провал Когда Алексей Львович Рыбников ушел из песни Потому что не мог опускаться на какую-то ступень ниже Вы знаете, я в песню никогда не приходил Я никогда не писал песен «Буратино» это из кинофильма «Буратино» «Красная шапочка» тоже из кинофильма «Вам и не снилось» тоже из кинофильма Это только музыкальная драматургия Я всегда участвовал в создании музыкально-драматических Или просто драматических и кинопроизведений Но как композитор Отдельно у меня песен нет Специально для эстрады Я действительно только на третьем курсе консерватории Я написал действительно песню «Мост Миробон» «Слова Полинера» Это была одна из трех песен, которые я вообще написал Остальное все это музыка и драма Это мое призвание Я считаю себя музыкальным драматургом А Дина Берлин Она как-то скромно умолчала о своей роли Которую она сыграла в моей жизни Дело в том, что действительно, вы правильно сказали На радио я видел этот приказ Я видел собственноручно Собственно-глазно, не знаю как это сказать Своими глазами видел запрещение Передавать в эфир «Звезду и смерть» Хакина Мурьетты Поставленную уже в Ленкоме, которая шла в Ленкоме А вот по радио нельзя, потому что это массовая аудитория И какими правдами и неправдами это все проходило в эфир И героически на себя несколько редакторов взяли вот эту миссию Довести эту музыку до массового слушателя И самой первой была Дина Берлин Поэтому ее роль вот в моей творческой карьере В моей жизни огромна Потому что она меня вот свела с аудиторией Своими слушателями Знаете что, я хочу сказать самое главное Вот «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты Это где-то 70-е годы Я приблизительно понимал, как это сочинялось А вот когда у нас появилась поэма Вознесенского «Авось» И появились отдельные номера, которые сочинял Алексей Рыбников Причем в разных жанрах И в жанре русского романса И в жанре, так сказать, современной инструментальной музыки И церковных песнопений Что было очень важно В 1981 году, когда вышел этот спектакль Это была неслыханная наглость, дерзость И вот я не понял, как он сумел Все это синтезировать, собрать И драматургически выстроить Конечно, я присутствовал Я чего-то рядом напевал такое невнятное Понимая, что у меня нет слуха И что-то помогал ему Но синтезировал эту музыку Создавал ткань «Юнон и Авось» Спектакль, который живет 31 год На сцене Ленкома Это сделал человек Это сделал человек каким-то загадочным Неведомым мне образом Отчего я преклоняюсь перед этой личностью Спасибо тебе, дорогой Чудо Республики Спасибо Переходим к журналистам Елена Лапсева «Комсомольская правда» Для начала я хочу сказать вам очень большое спасибо, конечно От всего поколения 30-летних За наше детство Потому что, конечно, без ваших композиций Оно было бы совершенно другим Потому что так передать вот это вот детское настроение Это вот неугомонность, живость в семи нотах Это надо, конечно, постараться Я думаю, что эти песни останутся с нами надолго Я даже не могу представить Вот возможно ли сейчас появление такого композитора Чьи песни дети будут петь и знать и помнить На протяжении всей своей жизни Ну вот, спасибо 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 Спасибо